Часто клиенты задают мне одни и те же вопросы, а все они посвящены одной теме. Это как быстро мы продвинемся в топ, сколько реально времени для этого нужно, сколько денег на это нужно и самое главное, что я получу взамен. Это самые популярные 4 вопроса, которые задают абсолютно все заказчики SEO-услуг. Давайте развернемся с первым вопросом. Действительно, как долго нужно вкладываться в SEO? Какие есть некие минимальные сроки, в которые нужно вложить усилия, чтобы получить результат? И на самом деле, если вы посмотрите на вот эту инфографику, вы увидите, что действительно есть определенные тенденции в сроках. А если спросить Google, то вы увидите, что этот срок составляет от 6 до 12 месяцев. Этот срок реально не случайен. Практически никто не показывает результаты по SEO до 6 месяцев. И практически никто не говорит, что результаты тянутся больше года. То есть все попадает вот в этот период. Как говорится, 9-месячный срок его, условно говоря, называют для продвижения. Для того, чтобы оценить любой проект по срокам, по продвижению, нужно ответить на ключевые три вопроса. Первый вопрос, это насколько этот бренд популярен сегодня. То есть по брендовому запросу, насколько он силен. Как часто его гуглят, как часто по нему вываливается выдача и сколько элементов выдачи можно увидеть. Например, можно измерить, насколько бренд популярен исключительно в гугле. Можно вбить запрос названия вашего бренда и посмотреть, насколько ваш бренд популярен на фоне другого бренда. Смотрите на приблизительное количество результатов. Примерно и есть эта та метрика, по которой можно прикинуть, насколько ваш бренд известен. Если же число будет тут катастрофически мало, то, конечно же, продвигаться вам будет сложнее. Сравнивайте ваш бренд с брендами, которые являются конкурентами по вашему бизнесу. Второй вопрос, на который нужно ответить, прежде чем оценивать сроки, это какое количество контента у конкурента уже есть и есть в топах. Именно в топах. Смотрите внимательно. По всем вашим конкурентам вы должны оценивать, насколько они плотно сидят в топах по вашему семантическому ядру. Здесь вам поможет, конечно же, Ахревс, при помощи которого можно посмотреть всю информацию о вашем сайте. Например, сейчас можно посмотреть информацию по SEO Quick, насколько у него много страничек в топ pages. И вы видите, что довольно много. То есть, если исключить брендовые запросы, то есть, в целом, посмотреть на другие запросы, можно увидеть, по каким страничкам мы плотно сидим по контенту. И здесь уже SEO-специалист должен понимать, насколько узко ему придется специализировать контент на ресурсе. Если вы на рынке только заходите и конкурентов там еще нет, то, скорее всего, вы ничего не увидите по вашим конкурентам. Но если вы заходите на рынок, где конкуренты уже активно ведут свои сайты, нужно проводить детальный анализ контента конкурентов и смотреть, где конкуренты плотно сидят, чтобы понимать, в каких направлениях вам нужно протиснуться. И это удлиняет сроки продвижения, если у конкурентов есть большой контент, а у вас его еще не создано. Ключевым моментом является, сколько контента создано у вас, какой он имеет потенциал и какой контент можно продвигать. То есть, можно изучить, какие странички по каким запросам можно начать продвигать, хотя бы по этому простому отчету от 10 до 30. И если, условно говоря, от 10 до 30 позиций вы будете выбирать странички, которые можно продвигать, вы можете увидеть, по каким анкорам можно активно работать. И какие странички можно активно продвигать, они могут добиться большего результата. Если же у вас контента нет, то сроки на продвижение будут сильно увеличиваться. То есть, они могут превысить год продвижения. Ну и, конечно же, плавно вытекающий следующий вопрос, на который вы можете ответить по срокам продвижения, это, конечно же, какие позиции у вашего сайта сегодня. То есть, по каким позициям он ранжируется, по каким позициям он получает трафик. Это можно посмотреть, конечно же, в вашей серч-консоли. Для того, чтобы оценить свой сайт в серч-консоли, вам нужно сделать следующие настройки. Нужно перейти в саму серч-консоль, выбрать раздел «Результаты поиска» и, конечно же, посмотреть диапазон не за большой период времени, а за маленький, за каких-нибудь 7 дней. Идеальный вариант – оценить как раз ваш потенциал, потому что нужно выбрать такой диапазон, это и кликов достаточно на ресурсе, и можно посмотреть позиции. И вы видите вот это значение средней позиции. Нас интересует не средняя позиция, а те запросы, по которым у нас действительно высокая позиция. И мы их будем сортировать. Мы их будем сортировать по показам, и, конечно же, нас интересуют запросы, у которых позиция позиция как минимум меньше 30. Да, здесь именно меньше. Чем меньше, тем лучше. И вы можете посмотреть, по каким запросам у нас много кликов, по каким запросам у нас много показов. И, соответственно, с этими запросами можно работать. Можно по ним прогнозировать какие-то сроки, прогнозировать какой-то трафик, и, конечно же, прогнозировать какие-то результаты. Если же клиент приходит, и у него в этом списке ничего нет, а в топ-10 вообще ничего нет, это тот же фильтр, только в котором мы делаем топ-10. Но если же у вас, у вашего сайта, который вы хотите оценить в сроке, нет запросов вообще в топ-10 никаких, то есть мы делаем этот же фильтр и меньше 11. То есть все, что 10 и хотя бы в этом диапазоне. То есть если мы делаем такой фильтр, мы можем увидеть, сколько запросов у нас на данный момент в топ-10 за 7 дней проявило себя. Можно здесь в этом случае взять и 30 дней, то есть 28 дней, для того, чтобы заняться какими-то прогнозами. Если же за 28 дней у вас нет никакого трафика на ресурсе, никаких позиций на ресурсе, вообще здесь просто пустота и ничего нет, никаких запросов, то прогнозирование может быть увеличено на срок больше года без каких-либо оговорок. Это факт. Для того, чтобы прогнозировать хоть что-то, у вас должна быть отправная точка. Это начальные позиции сайта. Резюмируя мысль, которую сказал Tyson Bell из Octave Digital, это то, что среднее время для результатов SEO сильно различается в зависимости от множества факторов. И, конечно же, в довольно конкурентной нише большинство сайтов должно начинать заметно двигаться в течение 6 месяцев при целенаправленной и, конечно же, целенаправленной SEO-компании. Что значит целенаправленная SEO-компания? Конечно же, это процесс, который не нужно прерывать. Прерывать любыми способами, его нужно спланировать, как вы планируете тренировки, как вы планируете любое обучение чему-либо. Вы же не прерываетесь на 3 месяца, потом возвращаетесь и пытаетесь наверстать упущенное. Нет, вы тренируетесь. Вы все это делаете в течение длительного времени. Есть, соответствующая, книга по саморазвитию, ее называют действительно Библией саморазвития. Это, конечно же, книга «Накопительный эффект». Ее так и называют, Библией по саморазвитию. И я хочу сказать, я начал читать эту книгу, она мне очень нравится, и нравится действительно то, что она говорит прямым путем, прямыми словами. Не бывает результатов сразу. Не существует такой ситуации, что вы получите гарантированно результат. Если вы идете к тренеру по боксу, он не сделает вас чемпионом. Он лишь вас подготовит, а чемпионский бой произойдет уже потом. Если же, конечно же, вы пойдете на теннис, я сам хожу на теннис, вы будете тренироваться у самого лучшего тренера. Он не сделает из вас чемпиона Винблдона. Вы просто научитесь хорошо играть в теннис. И все остальное будет зависеть, конечно же, от вас. Но самое главное, вы должны прекрасно понимать, что если вы будете пропускать тренировки, тренироваться не в полную силу, не уделять внимания тому, что говорит вам тренер, то, конечно же, ни о каком результате вам, как говорится, не придется ждать. Его попросту не будет. То есть гарантия на получение результата будет сводиться к нулю. И, собственно, эта книга, она прямым текстом говорит относительно того, что вы должны маленькие поступки превращать в привычки, а привычки уже превращать в результат. То есть набраться упорного терпения и, конечно же, прорабатывать все вещи, которые вам нужно будет делать по SEO-продвижению в течение длительного времени. Нельзя делать в SEO-паузы. Нельзя делать в этом. Почему? Потому что у поисковых систем свои алгоритмы. И они прекрасно видят сайты, которые забрасывают продвижение на долгий срок. Они видят сайты, которые перестают обновлять контент, перестают выстраивать ссылочные, перестают каким-то образом пиарить себя при помощи СМИ, при помощи СММ и других сервисов. Фактически сайты, которые перестают делают паузу, потом пытаются вернуться на рынок, поисковая система уже начала аранжировать других ребят, у которых тоже поведенческий фактор и целевая аудитория перешла к ним. Я знал много примеров, когда такие паузы приводили к реально стагнации бизнесов и фактически их выключению с рынка. Итак, мы определили со сроками SEO-продвижения. Теперь вопрос, что делать, когда этот срок истек? Нужно ли продвигать сайты дальше? Да, нужно. Например, Шанави Симпсон Андерсон из Firewall Digital считает, что вопрос, сколько времени занимает SEO, вообще вводит в заблуждение. И он подразумевает, что у работы SEO есть конец. Это странно. Точно так же, как и про тренировки. Когда можно сказать, что вы перестанете ходить в зал? Когда вы скажете, что я достаточно хорошо натренировался в футбол и могу с этим завязать? Если же это не связано как-то с вашей карьерой, с вашим бизнесом, то, конечно, вы можете завязать в любой момент. Но если это приносит вам деньги, то этот вопрос изначально звучит глупо. И, конечно же, SEO никогда не заканчивается. Также стоит уточнить, насколько ваш сайт уже старый. Да, на самом деле у старых сайтов есть преимущество. Эта мысль подчеркивает много SEO-специалистов, и один из них – Эммануэль Петреско из Торонто. Он говорит прямым текстом, что стандартный отмет – это от 6 месяцев до года срока, но зависит, насколько ваш проект новый. Новый веб-сайт займет гораздо больше времени, чем веб-сайт, у которого есть уже какие-то позиции. И об этом я напоминал в самом начале видео, когда говорил, что оцениваете, какой контент на сайте уже создан. Итак, давайте все это резюмируем. Первое, чтобы мы выделили, это насколько брендовый трафик нашего сайта сопоставим с брендовым трафиком наших ближайших конкурентов. Конечно же, конкурентов можно распределить по типам – от акул до карасей. И выделить там щук, селедок, как Анатолий об этом говорил в своей статье про Outreach. Но можно распределить всех этих конкурентов по весу и, конечно же, понять, какие конкуренты наши ближайшие прямые. И сравниваем брендовый трафик. Второе, на что мы посмотрим, это, конечно же, сколько у нас контента ранжируется в поиске. И какая часть контента ранжируется в топ-10. И есть ли у нас ключи, которые лежат в первой тройке. То есть, это так называемый стартовый потенциал нашего ресурса. Ну и, конечно же, возраст нашего сайта. Сколько времени он уже в поиске? Насколько он времени на слуху? Известен ли он в целом? Все эти составляющие и определяют сроки. Соответственно, чем выше ваш брендовый трафик, чем больше контента у вас находится в топ-100, в топ-10, и, конечно же, у вас есть, в первую очередь, контент, сайт уже существует на рынке давно, и у вас есть лояльная аудитория, то, конечно же, сроки будут все меньше и меньше на продвижении. Можно говорить о сроках в 6 месяцев по достижению определенных результатов. Но, конечно же, если всего этого нет, 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 то сроки затянутся больше одного года. Резюмируя по поводу сроков, мы должны сказать очень важное уточнение. В этих сроках не должно быть пауз, не должно быть перемена, не должно быть отпусков. Все работы по SEO должны идти непрерывно и без остановок. Это, во-первых, потому что SEO – это не спринт. Результаты вы не получите. Вот, вы сделали работу за месяц, что вы получили? А, нету, нету результатов, давайте сделаем паузу. Давайте потом вернемся, мы с отпуска уходим. Нет, так не работает. SEO – это марафон. Крис Пантели, основатель LifeUpSpring, говорит точно такими же словами. Требуется время и постоянные усилия, чтобы увидеть результат. Не работает в SEO принцип остановок и срезов. Срезы и остановки каждый день, каждый месяц, каждую неделю вы ничего не увидите. На то есть определенные причины. Первая причина – это особенность работы алгоритмов Google. Так называемый CoreUpdate, видео вы увидите в аннотации, работает с определенными интервалами. И эти интервалы варьируют от 3 до 5 месяцев. То есть CoreUpdate фактически ретуширует полностью всю выдачу. Он ее перемешивает. И перемешивая ее, он ее перемешивает максимально, вот в эти периоды, максимально со штормом. Как ее называют, это SEO-штормы. То есть мы должны вписаться в эти апдейты. К этому апдейту мы должны на сайте сделать качественный контент, выстроить хорошие ссылки. И, конечно же, оптимизировать сайт полностью внутри. Провести все работы по внутренней оптимизации. И они должны быть проведены. Это же тоже занимает время. Вы же не сделаете все за один день. Ну и, конечно же, вот поэтому это все вписывается в эти сроки. Стоит вам попасть, сделать паузу, что-то не успеть, что-то сделать неправильно. Вы пропустите апдейт и, конечно же, откатитесь назад, как сайт, который ничего у себя не обновлял и нигде в поиске не светился. Теперь давайте разберемся, почему SEO-специалисты зарабатывают свой хлеб. Почему нужно обращаться к SEO-специалистам, которые используют только новые методы аранжирования. Конечно же, самая главная ошибка, когда вы сталкиваетесь с SEO-специалистами, вы можете найти довольно дешевые цены. Вам могут предлагать SEO-продвижение за 300 долларов в месяц, за 200 долларов в месяц. Вы можете видеть такие цены и удивляться, что думать, что так оно и есть, что это реальные цены на рынке. Это не так. Цены в SEO, они зависят от того, какие работы в нем проводятся. Я снимал отдельное видео, сколько стоит SEO. Про него есть отдельные подкасты. Я советую посмотреть. Очень много материалов, сколько стоит SEO, мы снимали. Но это не в этом суть. Суть заключается в том, что почему важно работать под новыми методами. Помните, что если вы будете продвигать сайт старыми методами, он, скорее всего, попадет, собственно, в ту выдачу, который находится за первой страницей. Как говорится, никто не ходит за первой страницей. И откуда я это все знаю? Да, есть, собственно, классный сайт Moskast, тот самый, про который я говорил, где можно смотреть про шторм. В этом сайте можно посмотреть, как минимум, какие уже факторы ранжирования на сегодняшний момент являются актуальными. То есть, анализируется выдача и анализируются в этой выдаче самые популярные странички. И какие критерии, конечно же, используются. И вот оценивается огромный пласт семантики, огромный пласт выдачи. И, конечно же, можно увидеть, какие виды разметки выдачи становятся популярными. То есть, фактор ранжирования HTTPS уже стал обязательным. То есть, если ваш сайт до сих пор на HTTP протоколе, это однозначно фейл вашему SEOшнику. Заточка под базу данных Knowledge Graph. Вот эта большая база данных, которая выводится по бренду, по продукту. Для этого нужно, конечно же, иметь странички в Википедии. Многие это игнорируют, а на самом деле не нужно. А для того, чтобы попасть в Википедию, существует много трюков. Хотите, расскажу, напишите в комментариях. И я об этом постараюсь снять отдельное видео. Видите, контекстная реклама. Насколько она активна. То есть, появляется часто в каких элементах выдачи. Появляются, как часто, картинки. Local Pack. Насколько трендовый, не трендовый. Падает или нет. То есть, можно оценить, какие элементы в выдаче уходят. Например, тренд видео. Да, вы видите, что потихонечку уходит. То есть, уже в выдаче видео показывается реже. Не так, как раньше. Но это не значит, что они не показываются. Просто выдача поменялась. Многие семантики поменялись. Можно увидеть, что твиты до сих пор занимают определенный процент выдачи. И это не значит, что вам не нужно делать твиттер. Вам нужно вести твиттер и, конечно же, затачивать его под ключевые слова. Много чего можно извлечь только из этого сайта. А таких сайтов, которые делают классные тулы для SEO, огромное число. Их очень много. Тот же Ахреб со своими инструментариями. Тот же Сербстат, при помощи которого можно тоже много чего интересного узнать, анализируя конкурентов. Анализируя конкурентов, анализируя топ-сайты, можно много увидеть вещей, которые работают. Анализировать выдачу, анализировать элементы выдачи. Понять, как их, как их-то били, что сделать для того, что надо сделать. Это работа высококвалифицированного SEO-специалиста. Поэтому старые методы априори не работают, если вы не будете интересоваться. А SEO-специалист, который работает по старым методам, будет, конечно же, штампованно предлагать одни и те же цены за свои услуги. Следующий вопрос, который задает SEO-специалисту в диалоге, после того, как убедились, что он уже эксперт и по срокам все устраивает. Они спрашивают, а сколько у вас проектов? И на самом деле это странный вопрос, вы подумаете. На самом деле он очень важен. Сколько же времени SEO-специалист будет уделять внимание проекту, с которым он работает? Действительно, вот сколько времени нужно потратить на проект, чтобы какие-то вот текущие дела на нем разобраться, решить. И, собственно, поставить задачи, либо сделать что-то своими ручками самому. Какие-то задачки дать контент-менеджерам, какие-то задачки дать там ликбилдеру. Сколько реально часов? И давайте разберем. Давайте разберем, собственно, почему SEO занимает разное время в разные периоды. В первом месяце, например, нам нужно сделать очень много аналитической работы. Нам нужно произвести аудит конкурентов, собрать семантическое ядро, сделать аудит контента, собрать ТЗ на метаданные, переписать метаданные, если это необходимо. Конечно же, сделать контент-план по написанию контента, по адаптации контента. Контент-план должен содержать информационный контент, коммерческий контент. Много чего нужно будет переписывать и добавлять на наш ресурс. Конечно же, нужно будет сделать технический аудит. Его сразу раздробить на конкретные задачи программисту, конкретные задачи контент-менеджеру. Отдельно выделить задачи по ускорению, потому что эти задачи нужно будет делать постоянно, повторно. Аудит скорости загрузки, он постоянно, после любых изменений нужно с ним работать. Ну и, конечно же, отдельно выделить техническое задание по микроразметке. Это простое, но очень архиважное для SEO-продвижения задачку, которую нужно будет сделать на всех типовых страницах вашего ресурса. Но при этом в других месяцах ваша задача сведется уже к минимуму. Вам придется, ну, нам, SEO-специалистам, придется, конечно же, уделять внимание контролю работы, проверке аналитики, то есть, как все работает, видеть, все ли на сайтах у нас хорошо, то есть, такая контрольная работа. Конечно же, нужно заниматься ссылочным, то есть, нужно регулярно искать места размещения, аутричить владельцев, искать их e-mail, писать им, договариваться о размещении, писать контент, если необходимо, либо добавлять свой сайт в справочники, если есть такая возможность, либо там добавлять себя в листинге, в какой-то статье, подборке. То есть, это такая работа, которая делается уже поточно. Создавать новый контент, то есть, у нас есть контент-план, по нему создается новый контент, ну, и, конечно же, его нужно будет оптимизировать и заливать на ресурс и продвигать. Если вот резюмировать первые работы первого месяца и последующих месяцев, то последующие месяцы количество часов, конечно же, меньше. И большинство экспертов, которых опрашивали SEO-специалистов, сходятся к мнению, что на самом деле, что SEO занимает по одному проекту от 4 до 15 часов в неделю. Если посчитать, что у нас в среднем 80, там нет, не 80, 40 часов в неделю, то, конечно же, SEO-специалист может взять от 10 маленьких проектов до 3-4 крупных и, соответственно, заниматься ними полноценно. Поэтому вопрос, сколько у вас проектов, конечно, имеет место. И вот часто спрашивают, потому что следующий же вопрос, сколько у вас сильных SEO-специалистов, которые могут распределить работы по проектам и заниматься ними и уделять каждому внимания. Если же мы соберем эту информацию вместе, то, конечно же, от 6 до 12 месяцев это достаточно времени, чтобы SEO начала показывать результаты. Это долгосрочная инвестиция, которая требует регулярного обслуживания и внимания. И вам будет достаточно от 4 до 15 часов в неделю на один проект. Это говорит ли грант, руководитель компании Врангу. На самом деле, так оно и есть. И это же ставит сразу под вопрос, а нужен ли вам SEO-специалист в штате. Почему? Потому что агентство вам предложит гораздо больше условий, потому что если при таких вводных нужно заниматься SEO всего лишь небольшое количество часов в неделю, то, конечно же, отдельно брать SEO-специалистов, нанимать штатлингбилдеров для этих целей не нужно. Из исключения, если только не введете несколько сайтов, тогда один специалист – это разумное капиталовложение в ваш бизнес. Если же вы работаете над одним бизнесом и вы не являетесь каким-то очень крупным проектом, у которого гигантское количество работ, то, конечно же, агентство в этом плане с удовольствием покроет все ваши проблемы. Резонный вопрос. А почему SEO так долго работает? Ведь можно же эти все часы в неделю собрать воедино и плотно поработать. Но так это не работает. На самом деле, если вы думаете, что всю работу можно сделать за одну неделю по проекту, это, конечно, все хорошо, но очень много моментов, которые делает SEO-специалист, связаны с другими людьми, связаны с тем, что вы ждете ответа на письмо, связаны с тем, что вам нужно дождаться работы программиста, чтобы проверить результат. Поэтому эта работа из-за этого растягивается на месяцы. Ну и, конечно же, второй момент. Почему сроки затягиваются? Почему так долго всегда продвигаться? Опросили тоже топ-специалистов, и они дали очень интересные ответы. Первой причиной, по которой является, собственно, долгая длина продвижения любого сайта, вот год и более там или до года, это, конечно же, это построение ссылочного профиля. Нельзя лупануть, взять все ссылки сразу. Ну, это физически невозможно. А если возможно, то это явно их качество будет очень сомнительным. И, более того, такой ссылочный взрыв не даст должного результата. Сайт, который получит буст в определенный период времени, потом, переставая его получать, Google поймет, что сайт малопопулярен, и, скорее всего, занимался тем, что закупал ссылки. Поэтому ссылки нужно строить. Строить долго. Второй момент, на который обращают внимание, это авторитетность домена. То есть, ссылке не только важно количество, но и важно качество. Постарайтесь сделать так, чтобы качественные ссылки на ваш сайт появлялись с определенной долей регулярности. Мы снова возвращаемся к этой книге, которую мы обсуждали в середине видео. Да, вот эта вот настойчивость, настойчивость для получения результата. Вы должны делать маленькие шажки без остановок. Эти шажки должны быть в нужном направлении. Вы не должны сбиваться с пути, не искать легкого сыра в мышеловке. И не думать, что вы получите результат, просто потому, что вот вы чуть-чуть пару шагов сделали, и все, где мой результат, где мои денежки. Такого не бывает. Отдельными пунктами выделяется оптимизация контента, оптимизация контента под ключевые слова, и, конечно же, техническая оптимизация. Вроде бы скажете, ну окей, сайт сделали аудит, и все, можно забыть. Нет, не все так просто. Нужно периодически делать техосмотр. Вы, когда ездите на автомобиле, ваш автомобиль чаще всего может ломаться. Просто из-за того, что что-то в нем происходит. Залили не тот бензин, не знаю, там масло забыли поменять, один раз въехали на выбои, ну все, что угодно могло произойти с вами. С сайтом могут происходить примерно похожие ситуации. Вас могли попытаться взломать, ваш контент-менеджер мог ошибиться при заливке статьи, залил огромную картинку. Где-то что-то программист добавлял какой-то классный модуль, сайт зацепил какой-то старый работающий модуль, и все посыпалось, да, и вы не заметили, что у вас там часть сайта отвалилась из индекса. Таких моментов может быть огромное количество. И поэтому техосмотр сайту нужно делать. Как часто? Я считаю, что быстрый техосмотр нужно делать регулярно, а большой такой аудит делать хотя бы раз в три месяца. Почему раз в три месяца? Да, неплохо, в принципе, посматривать, какие факторы ранжирования вырвались в топ, чтобы, когда вы будете делать техаудит, сразу добавить новый пунктик в ваш чек-лист при проверке. Как вы видите, SEO нельзя просто взять и ускорить, добавив бюджета. Да, конечно же, бюджет является основополагающим предпродвижением, но, скорее всего, он его не ускорит. Он, возможно, даст больше результатов в будущем, но на ускорение он никак не повлияет. И в этом есть определенный смысл. И также недостаток бюджета может повлечь к тому, что вы сделаете гораздо меньше контента, чем делают ваши конкуренты, меньше ссылок, чем делают ваши конкуренты. И таким образом вы не учтете самый важный фактор – это конкуренция. Заканчивая, как говорится, видео, это самый главный пункт, про который нужно поговорить. Вообще, что такое конкуренция? Если посмотреть на те пункты, которые мы выделяли раньше, это соотношение брендовых конкурентов, неконкурентов, наличие хорошего контента у конкурентов и отсутствие хорошего контента у вас, да, к примеру, в нише. Вообще, в целом, засилие контента в выдаче по этой тематике, засилие сайтов в выдаче этой тематике. То есть, конкуренция – это некий эфемерный показатель, который часто говорят SEO-специалисты. Конкуренцию трудно измерить. Для измерения конкуренции используются кучи попугаев. Попугаи – это, так называются, метрики в SEO, которые используют платные сервисы. Например, там, конкуренция ключевого слова, keyword difficulty, там, ценник, там, стоимости контекстной рекламы по этому ключу, попытка высчитать от этого числа коммерческую ценное значение. Очень много существует методов измерения конкуренции ключевых слов. Напишите в комментариях, какие вы знаете методы измерения ключевых слов, потому что это видео будет полезно тем, кто хочет заказать SEO, но не знает, как измерять результаты. Будем знать, что в комментах все написано про ключевые слова. Но, на самом деле, методом конкуренции, конкуренция определяет действительно, сколько усилий вам нужно создать для того, чтобы достичь результатов. То есть, есть высококонкурентные, высокомаржинальные ниши, и вы должны делать больше, чем делают одни. Это как лиги в боксе, да, там, супертяжи, там, мирового уровня, да, или, там, супертяжи вашего сельского уровня, или, там, вашего районного, или города, в который, там, соревнуетесь. Это, как бы, разные вещи. Вот таким образом можно сопоставить конкуренцию. И, фактически, для измерения конкуренции SEO-специалисты и оценивают плотность ключевых слов в выдаче по этому запросу, плотность результатов по этому запросу, насколько результаты имеют в выдаче, имеют количество ссылок на себя. То есть, очень много метрик, которые используются при измерении конкуренции. Но это все можно посчитать. Если вам интересно, я хочу увидеть, чтобы, там, люди нажимали, там, хочу видео про конкуренцию. Я вам сниму видео, как измерять конкуренцию, методы измерения конкуренции. Но это будет видео больше для SEO-специалистов. Говоря для заказчиков, конкуренция будет напрямую влиять, добьетесь ли вы результатов, с какой вероятностью. То есть, какая, вот, примерно, там, вероятность добиться результата, там, вкладываясь в определенные направления. И, конечно же, для получения результатов SEO-специалисты стараются брать ключевые запросы, тематики, ниши, вычищая запросы, у которых конкуренция в данный момент ниже. Она может зависеть реально от слова формы, она может зависеть от вопроса какого-то в контенте. То есть, вы можете не пробиться в лоб, а обойти, найдя слабости у ваших конкурентов. И на этом, собственно, и строить свою SEO-стратегию. Когда вы слышите, что большинство компаний вам могут сказать, там, результаты 3-6 месяцев, но в зависимости от обстоятельств, которые являются конкуренцией, это может быть дольше. Если вы хотите остаться там, вам понадобится написанный контент и, конечно же, кто-то, кто будет делать вам постоянные ссылки. Если контент чаще всего падает на плечи клиента, на плечи ваши, то на наши плечи падает как раз его продвижение, построение ссылочного профиля вашего бизнеса. И имейте в виду, что у вас нет полного контроля под каждым аспектом SEO. Его не существует. Об этом говорит Хамиш Перселс, SEO-специалист из Отбал Маркетинг. И он говорит прямым текстом. Некоторые вещи, такие как обновление алгоритма Google, не зависят от вас. Неожиданные изменения, которые могут произойти, они могут полностью изменить временные рамки по продвижению вашего сайта. Как говорится, еще одна вещь, которую следует помнить, Google довольно часто меняет свои алгоритмы. Крупные изменения алгоритмов могут происходить 2-3 раза, как говорится, в год. Это не считая core апдейтов. Поэтому не удивляйтесь, что ваш сайт может давать сбой и все может пойти не по плану. Здесь не виноват SEO-специалист. Это такая ситуация. Здесь мы как в море и в любой момент погода может поменяться. То есть давайте подумаем, если в SEO все так сложно, алгоритмы меняются, мы не можем прогнозировать результаты на год. Если же нельзя четко сказать сроки. Любая остановка фактически это смерть для бизнеса в плане продвижения. И если к нему потом вернуться, то получается все начинаешь с нуля. Нужно ли вообще вкладываться в это SEO? И вы не поверите, нужно. SEO на сегодняшний момент дает самый дешевый трафик. И конечно же, да, он дешевый. Он не равен нулю, он не бесплатный. Все, что вы вкладываете в SEO, это ваши расходы на него. Поэтому он не является, как говорится, бесплатным. Многие говорят, SEO это бесплатный трафик. Это миф. Он дешевый. Во-вторых, SEO это единственный источник вашего качественного брендового трафика. Но имея ваш сайт, имея представленность в сети, любые брендовые запросы будут вести всегда на ваш сайт, а не на какие-то сторонние ресурсы. Поэтому это однозначно. То есть лояльная аудитория должна посещать ваш сайт. Ну и конечно же, SEO органический трафик, не брендовый, имеет также очень высокую степень конверсии. Люди, которые посещают ваш сайт из Google, из разных его сервисов, не только из поисковой выдачи, да, но иногда из его сервисов. Это те же LocalPack, Google карты, это и сервис мерчанта, можно тоже туда ловить трафик. Это все тоже входит в SEO-оптимизацию и работу SEO-оптимизатора. Конечно же, можно ловить трафик с разных, там, Google новостей, если ваш новостной сайт. Это все тоже наша парафия. И здесь лидогенерация с этого трафика самая высокая. С контекста нет такой лидогенерации, как с SEO. Потому что самые теплые лиды всегда идут с SEO. Поэтому все вкладываются в SEO. Никто, нет таких людей, которые не вкладываются в SEO. Вы можете просмотреть всех своих конкурентов, которые находятся выше вас, и вы безумно удивитесь, что все вкладываются в SEO. Брайан Дин прямым текстом говорит, что сайт, который находится на первом месте, сделал в три раза больше ссылок, чем сайт, который находится на втором месте. И он проводил масштабные исследования и подтвердил этот факт. Поэтому сказать, что никто не делает SEO и находится в топ-1, это миф, который пытаются рассказывать люди, которые, возможно, продают какие-то другие услуги. И пытаются, конечно же, их продать. Но взглянем фактом в глаза. Люди вкладывают в SEO. Вкладывают определенные бюджеты. Сколько бюджетов? Кстати, это интересный вопрос. Сколько вкладывает каждый бюджет в SEO? Можно посчитать. Но помните, что бюджет, который вы платите SEO-агентству, не равен бюджету на SEO. Ведь часть денег вы вкладываете в свой контент, в работу своих программистов, в работу, собственно, своих дизайнеров, которые работают над вашим ресурсом. Это все работы, которые вы тоже должны посчитать. И она тоже входит в SEO-работу, а не только создание ссылок, которые чаще всего заказывают у SEO-специалистов или у SEO-студий. На этом, собственно, все, что я хотел сказать. Бонусом я могу сказать, что если вас интересуют SEO-метрики, ссылочку я оставлю на этот вебинар в описании. В первой части вебинара я эту тему уже рассказывал. Поэтому советую ее внимательно почитать. Там в презентации есть много информации по SEO-метрикам, которые вам нужно знать. Ну и, конечно же, если вы досмотрели это видео до конца, не забудьте подписаться на наш канал. Конечно же, задавайте вопросы в комментариях. Я на них всегда отвечаю. И, конечно, я всегда буду рад, если вы будете заходить слушать мои подкасты, где я рассказываю простые темы, для которых не обязательно пялиться в экран. Всем спасибо и пока-пока!